всем здравствуйте эта программа бизнес без галстуков с вами гульнара амринова и герой нашей сегодняшней программы томаш лонга генеральный управляющий и без астана здравствуйте томаш здрасте как вы приехали в казахстан и расскажите о своем опыте работы нашей стране я последних 14 лет работаю для французской компании core hotels которая находится моментально в более 92 стран мира и казахстан это для нас была совсем возможность представить новые гостиницы новую гостиницу новый бренд для казахстана и для нас как для компании это была новая страна значит для меня как генерального управляющих было это огромная честь просто быть первым человеком который представить казахстану новый бренд а какие были ваши ощущения по приезду первое ощущение по приезду в астану прежде всего как бы то человек который приезжает в любую страну он должен быть достаточно открытым и принимать людей таких каких они есть значит если я буду принимать культуру страны в которую я приехал обязательно просто уже эти барьеры не ставлю себе значит мне кажется приехать в казахстан не было так страшно как бы все могли думать что такая как-то страна про которую очень мало было слышно но мы надеемся я сейчас уже знаю что про казахстан еще услышим ваш отель уже существует живет в течение года даже более года вот за этот период времени какие этапы были пройдены какие сложности были преодолены и какие позитивные моменты вы для себя может быть открыли это для казахстана это что-то новое это первая гостиница которую мы называем в эконом классе это гостиница на эконом сегмента это реальные и настоящие три звезды люди которые приезжают и уже как-то приехали к нам в гостиницу они смотрят около себя говорят так это же не три звезды это на много вещей это стандарт просто это не три звезды говорю нет я просто вам говорю это настоящие европейские три звезды как должны они выглядеть если кто-то себе оппозиционирует где-то в другом уровне хорошо но мы здесь для того чтобы серьезно казахстану и астане представили первый бренд который это настоящий европейские или мировые три звезды одна самых таких основные вещи на которой мы работаем и которая очень жесткая к персоналу например это гарантия 15 минут качества если что-то у вас в комнате не работает если что-то не так как должно быть и менее справляемся в течение 15 минут вы проживаете за насчет вы проживаете бесплатно какие еще возможности или продукты может быть или какие-то услуги отличающиеся от других вы можете предложить для своих друзей которые приезжают и останавливаются вашем отеле значит у нас нет бассейна у нас нет спортзала у нас нет таких вещей которые люди почти уже привыкли что должно было быть гостиницы но с другой стороны мы наших клиентов и мы наших партнеров мы их не обманываем например по цене цена которую вы у нас видите на улице эта цена которую за которую вы просто этот продукт покупаете есть гостиницы которые вам сегодня продают за какую же ту цену но когда вы бронируете завтра она уже на три раза выше а у нас такого нету мы просто постоянно в течение года держим одно и то же цену и предлагаем нашим партнером работать на таких условиях которые им выгодны потому очень много людей в астану приезжают по командировкам у них ограниченный баджет мы без проблем подстраиваемся под сто чтобы их у нас принять за эти деньги и было возможно без проблем заселить на европейскому уровню плюс завтраки все вещи которые к этому идут за цену которая очень хорошая для них кого вы еще принимаете у себя в отеле разница между трема и пяти звездами она честно сказать не должна быть так такая как все думают потому эту разницу больше всего делают люди или должны делать люди потому если человек например придет на ресепшн в пяти звездах он ожидает что там будет все просто пафосно там цветы яблоки все бесплатно там но просто все все что возможно а с другой стороны если он приходит в гостиницу которая например наша и здесь персонал с которым он может нормально поразговаривать могу сказать просто поболтать так и люди которые вы будут его слышать настроение людей которые просто работают в гостинице они работают в настроении в таком в котором мы бы хотели чтобы наши гости находились то есть складывается какой-то дружеский диапазон а это очень длинный процесс этот бизнес пока еще не розовит чтобы здесь было я не знаю 30-40 гостиниц международных не хочу жаловаться на сложности и трудности это сложности и трудности всех рынков которых в которой куда вы вступаете как первая гостиница или как что-то первое как пионер какой-то они всегда будут всегда были это задача наша задача сети задача бренда задача наших партнеров этими этими проблемами которые могут быть я не говорю что были нет никаких честно таких как бы то огромных проблемах с которыми бы столкнулся здесь не было то есть вы можете с уверенностью сказать что бизнес в казахстане начинать и вести принципе возможно без каких-то особенных осложнений я бы сказал что да что совсем без проблемов это не нечего бояться серьезно там нечего бояться есть какие-то определенные детали сложности но нет ничего такого чтобы если если иностранец приезжает в казахстан и в астану чтобы было никаких огромных проблемах через какое бы не было возможно перенестись и открыть бизнес нет такого не было возвращаясь к вопросу о подборе и работы с персоналом как вы считаете сложный ли тот момент переломный такой именно в эмоциональном плане о чем говори вы говорили что выстраивая с вашими гостями именно такие дружеские человеческие взаимоотношения а не быть каким-то исполнителем определенных инструкций правил которые установлены с другой стороны я хочу сказать одно например моя задача и задача всех генеральных управляющих по группе гостиничной аккорд-хотелс это подбор и подготовка таких людей которые могут после несколько лет просто взять эту гостиницу управлять уже как среди как бы там людей которые выросли в казахстане родились в казахстане и не привлекать уже иностранцев на управление гостиниц или любых проектов это не только про гостиничный бизнес а но у нас это до разведено уже так далеко что у каждого управляющего должен быть человек которого он подготавливает и оставляет после себя и оставляет после себя поделитесь своими ощущениями и пожеланиями для тех кто может быть только планирует приехать работать в казахстан ну вашей жизнью в нашей стране в астане я всегда называю астану это уже что как дубай 20 лет назад а будет очень интересно и я вижу эту разницу потому сейчас я уже здесь а почти три года в астане я вижу что здесь произошло за три года люди которые приехали уехали где-то так они могут но это я не заметил можно так или которые приезжают первый раз они говорят ну чё так нормальный городок и честно я сейчас готовлю презентацию для наших коллег которые приедут следующей неделе и я взял картинки с девяносто девятого года и с два тысяча второго года ничего нигде и сейчас посмотрите что выросло какая просто какие город красивый и люди просто мне кажется что мы то что я сказал самого начала что еще про казахстан услышим потому такое развитие это для меня это огромная честь быть частью этого когда город растет развивается строится что-то новое и просто человек видно за ним эта работа это что вам просто что-то растет под руками и ваш отель является частью этого города этой жизни мы хотим пожелать вам только процветания благополучия хороших добрых добрых отзывчивых и возвращающихся к вам ваших друзей нынешних и будущих процветания вашему бизнесу спасибо вам огромное спасибо смотрите нас на и бисе тиви это была программа бизнес без галстуков с вами была гульнара амренова до следующих встреч в эфире